здравствуйте с вами светлана цветкова сегодня я расскажу вам о еще одном своем приобретении наверное нашим сашей мы купили себе по звуковой щетки давайте начнем с того какие вообще бывают зубные щетки бывает обычная самая родная наша механическая вот так вот тереть до 5 минут рука отсохнет бывает роторная вот ее не очень стоматологи любят там где крутится бывает звуковая и бывает ультразвуковая вот не хотела я покупать роторную точно потому что стоматологи на нее ругаются ультразвуковую я почитала и что-то тоже мне говорят что может быть пломбы могут разрушаться я этого точно не могу сказать ну вот я прочитала и что там как-то мне так а звуковая это в общем то что нужно у меня есть несколько знакомых которые пользуются в течение нескольких лет ходят стоматологу и им говорят что у них стали светлее зубы и стало гораздо меньше камней и это конечно здорово своим знакомым вот этим я доверяю вот такая щетка фирма nandmi nx 8000 очень аккуратно сделано такая длинненькая трубочка диаметром сантиметра 32 не знаю длинненькая сантиметров 10 наверно вот тут транспортный колпачок я его сниму она снабжена индукционной зарядкой заряжать ее надо раз в полгода в комплекте 12 насадок вот эти бирюзовые они значит мягкие а другие 6 жесткие каждая насадка предполагается на три месяца вот вот одни насадки но не знаю что тут видно они запечатаны но бирюзовые когда распечатываешь там видно а вот вторая насадка на три года этой щетки этих насадок хватает то есть на три месяца каждая и когда насадка заканчивает свою жизнь там должна загораться на щетке синяя индикация вот я еще этого не дождалась ну примерно я так буду нами просто представлять себе значит щетинки эти вот сделает какая-то очень хорошая фирма du pont называется это один из ведущих производителей щетина для зубных щеток а еще там в комплекте была интересная очень штука и саша при всем в своем инженерном так таланте он долго думал как она открывается вот такая коробочка никак ее не открыть а там оказывается такая клипс очка есть вот ее вытаскиваешь вот она клипс очка ее вытаскиваешь и освобождаются кнопки на любую нажимаешь и вот из этих щелочек вылезает вот такая штучка такая ручка а тут зубная нитка маленькая вот целая куча вот таких вот приспособ в комплекте идет максимальное количество колебаний 41 тысяча в минуту сами посчитайте сколько в секунду есть у нее пять режимов сейчас мы ее включим я сейчас одену насадку вот она такая вот насадочка это не мягкая это жесткая вот я ее одела тут всего одна кнопка такая хорошая выпуклая кнопка и пять режимов значит включая вот это сенситив это клин это отбеливание это полировка это массаж десен это выключение и так по кругу значит если вы пользуетесь каким-то режимом к примеру там клин или сенситив если вы на нем щетка выключилась то он потом на нем при нажатии кнопки и включится если же вы дошли до кнопки выключения вот позиция то включится уже с первого режима самого сенситив как чистить правильно тут уже не надо не водить так вот сверху вниз как мы водим не нажимать потому что при нажиме там желтая индикация и звук меняется сразу предупреждает вам что вы сильно нажимаете а тут надо наоборот дать возможность вот щетинкам этим колебаться я не знаю видно ли в камеру как они шевелятся все-таки тут же не вибро прямо что тут именно щетинки работают может быть под микроскопом и видно так на руку то вибрация не передается сильно вот ближе к щетке конечно да ну можно например приложить ее к вот коробочке да вот коробочка и мы сразу услышим вот как щетинки работают и вот понимать надо когда чистишь что мы не сильно нажимать чтобы щетинки вот по зубу как бы вот чуть-чуть шевелились вот смотрите видите а если я нажму они уже вот а тут видите какой звук как муха летает и вот каждый зубик вот так вот пройти короче у каждого режима есть две минуты работы и в течение двух минут он несколько раз делает микро паузу чтобы вы могли поменять зону вот разделите например на 6 зон вот эти зубы сначала верхние потом средние потом верхние справа и так дальше нижние средние и нижние с другой стороны и вот эти переключения будут вам говорить о том что надо просто щетку передвинуть на другую зону но я бы советовала начинать людям с режима sensitive и мягкой щетины хотя пишут что звуковая щетка не травмирует десны там не будет крови в общем все будет довольно бережно но все-таки и аккуратнее с режимами полировки и отбеливания конечно это надо делать может быть раз в неделю а может быть кому-то это и вообще не надо то есть надо по ощущениям смотреть ну и щетку свою обычную тоже можете держать при себе на всякий случай тоже ну вот судя по моим знакомым очень хороший результат ну проверим на себе что еще сказать так что в общем желаем вам приятных приобретений если что с вами была светлана цветкова